А сейчас в том числе у нас в гостях доцент кафедры эндокринологии лечебного факультета Сеченовского университета, нами всеми любимый, уважаемый, значит, Зилов Алексей Вадимович, у которого тоже 20-минутный доклад. Инкретиновый эффект как основа терапевтической стратегии в управлении сахарным диабетом второго типа. Поэтому слово я с удовольствием предоставляю Алексею Вадимовичу. Уважаемые коллеги, очень почетно и всегда приятно участвовать в междисциплинарных конференциях. Я прослушал большую часть докладов, которые были с сегодняшнего утра, и абсолютно согласен с ключевой позиции о том, что сахарный диабет – это действительно сердечно-сосудистое заболевание. Но между тем, как человек, который так или иначе активно занимается не только клинической медициной, но и участвует в ряде программ рандомизированных клинических исследований, просто каких-то круглых столов, я все-таки позволю себе не то, чтобы не согласиться, а высказать свою личную позицию, личную точку зрения в отношении того, что на самом деле, на мой взгляд, сегодня должен делать, а я буду говорить только о себе, в первую очередь врач-эндокринолог, когда он работает с пациентом с сахарным диабетом. Да, безусловно, предыдущие доклады были посвящены тому, что мы потихонечку от 90-х и даже нулевых годах уходим все больше и больше к многофакторному управлению сахарного диабета. И здесь нет никаких противоречий, нет никаких на самом деле терний. Вопрос лишь один. Ко мне, как к эндокринологу, с чем приходит пациент с сахарным диабетом? Что я в первую очередь могу сделать для того, чтобы в глазах моего пациента мы были успешными? При этом, опять же, понимая стратегию управления сахарным диабетом. И вот посмотрите, нулевые и 90-е мы действительно были узкоглюкоцентричные, считая, что сахарный диабет – это прежде всего глюкоза, считая, что чем ниже глюкоза, тем будет лучше. Прошло еще несколько лет, появились новые классы сахароснижающих препаратов, глитозоны, ингибиторы альфа-глипозидаз, производные аминокислоты. Препаратов стало много. И мы поняли, что все они, снижая глюкозу, тем не менее могут иметь в том числе и побочные действия. И мы стали говорить о том, что да, сегодня при разнообразии сахароснижающих препаратов гликемический контроль, безусловно, важен. Но при этом крайне важным является то, что пациенты достигают этого гликемического контроля без побочных эффектов от препаратов, без дополнительных нежелательных для нас моментов. И тогда с приходом и активным внедрением самоконтроля мы в первую очередь стали говорить о гипогликемиях. С учетом пандемии ожирения мы стали говорить о прибавке массы тела. Прошло еще несколько лет, наши коллеги, наши, скажем так, контролеры, организаторы, которые действительно не только регистрируют препараты, но и регулируют вообще систему здравоохранения, стали говорить о том, что при сахарном диабете, а мы знаем, что это заболевание в той или иной степени приравнено уже имеющейся сердечно-сосудистой патологии, нам в первую очередь надо обеспечить безопасность препаратов. Если наши пациенты погибают от сердечно-сосудистой патологии, то, конечно же, нам надо обеспечить именно профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. И вот после 2015-2016 года лидеры МПРЭК, другие исследования, тот же Канвас, которые показали, что на фоне очень хорошо прикрыток с точки зрения сердечно-сосудистой патологии пациентов препаратами, некоторые сахароснижающие лекарства могут оказывать дополнительное плеотропное позитивное действие. Вот об этом были уже предыдущие доклады сегодня. Так вот, здесь мы можем действительно сказать, что нам надо комплексно управлять всеми факторами сердечно-сосудистого риска. И вот здесь, мне кажется, была потеряна очень важная, ключевая, я бы сказал, квинтэссенциальная составляющая лечения больного диабетом – гликемии. Объясню почему. Дело все в том, что мы активно позиционируя сахарный диабет второго типа как сердечно-сосудистое заболевание действительно закрутили и продолжаем, уж извините за сленг, закручивать гайки в отношении липидов. И посмотрите, какие замечательные результаты мы получаем по липопротеидам низкой плотности. Сегодня многие пациенты действительно находятся близко или относительно близко к целевым значениям 1,4-1,8 миллимоль на литр. Мы более 20 лет говорим о вкладе артериального давления в сердечно-сосудистое. Сегодня мы говорим о кардиоринальном континууме. И посмотрите, какие фантастически прекрасные цифры мы имеем в отношении артериального давления у наших пациентов. Но вот здесь, массово управляя факторами сердечно-сосудистого риска, на мой взгляд, мы забываем про гликемический контроль. И, к сожалению, это данные по США, но мы можем посмотреть его и по России, он не становится лучше. А в некоторых странах, как в Штатах, он ускользает. Мы имеем все хуже и хуже. Или огромное количество людей, как в Российской Федерации, не достигших целевых значений гликемического контроля при той массе сахароснижающих препаратов. Врач общей практики, посетив различные мероприятия, порой скажет, конечно, вот только что наши коллеги-кардиологи говорили, насколько важен контроль давления, липидов и всего остального, но не говорили о гликемии. А я скажу так, гликемический контроль – это один из тех мощнейших факторов управления сахарным диабетом. И давайте посмотрим, как и где это уже является доказанной теоретой. Прекрасная работа, около пяти с небольшим лет наблюдения за пациентами, часть из которых в дебюте болезни было компенсировано по глюкозе, как минимум их гликированный гемоглобин составил менее 7%, или, если он был чуть больше, была активнейшая интенсификация терапии – в первый год. А я даже, забегая вперед, скажу – в первые месяцы. Другая же группа, вялотекущая, также компенсировалась по глюкозе, но спустя год-два-три. И посмотрите, за пятилетний период времени, насколько сильно, на 60-50% снизилась частота сосудистых катастроф, или наоборот, в данной ситуации повысилась у тех из пациентов, которые по возрасту, по полу, по коморбидностям были сопоставимы с теми, кто имел хорошую компенсацию углеводного обмена. Иными словами, даже вот сейчас, с дебюта болезни, компенсация углеводного обмена сразу, или отсрочка год-плюс, вот отсрочка год-плюс, это через 5 лет, почти на 50-60% больше шансов на сердечно-сосудистые катастрофы. Опять же, мы можем вернуться с вами к классике. Классика – это UKPDS исследования с дебюта болезни. Классика – это исследования у пациентов с большим стажем заболевания, которых, наконец-то, компенсировали VADT, Accord, Advance. Исследования, о которых мы много говорили в прошлом, теперь уже позапрошлом даже десятилетии. И вот две замечательные работы. Рэй и команда в Diabetes Care, и Тормбилл с командой в диабетологии. Посмотрите, субанализ результатов исследований, вне зависимости от длительности сахарного диабета. И что мы получаем? Чем ты моложе или у тебя меньше длительность болезни, тем больше гликемический контроль влияет на прогноз. Чем более ты здоров, опять же, с точки зрения макроангиопатии, посмотрите, с какой степенью достоверности снижается шанс на сердечно-сосудистые катастрофы или их последствия. Ну и понятно, то же самое будет в отношении микроангиопатии. Последние несколько лет в эндокринологии появилось такое понятие, как амбулаторный гликемический профиль. Напомню, что это показатели гликемии, или, правильно сказать, глюкозы, за 24 часа, как минимум, двухнедельный период времени. И вот здесь, несмотря на то, что каждый день бывает в той или иной степени разным, мы можем видеть закономерность. И на основе этих закономерностей практически 20 лет высчитывалось, как, что, какие колебания глюкозы могут повлиять на в той или иной степени прогноз. И вот в 2019 году в Сан-Франциско появляется уже консенсус по амбулаторному гликемическому профилю, появляется консенсус по так называемому времени в целевом диапазоне. Очень просто его обозначу. От 4 до 10 мм на литр колебания глюкозы. Понятно, 4,6,8 лучше натощак. До 10 постабсорбционный, постпрандиальный период. И вот если вы находитесь в этом диапазоне колебаний глюкозы, имея сахарный диабет второго типа, и математически, эпидемиологически, по-разному рассчитанное более 70% времени, вам должно быть хорошо. И вот замечательная работа. Это пациенты, коллеги, обращаю внимание, старшей возрастной группы с доказанными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Инсулинотерапия здесь является одной из основ, по которой эти пациенты вообще включены в исследование. Но обратите внимание, если вы находитесь в целевом диапазоне, от 4 до 10 ммл на литр на, посмотрите, 27% меньше шансов на различные сердечно-сосудистые катастрофы. Понятно, это почти в два раза уменьшает частоту тяжелого гипогликемии и, конечно же, влияет достоверно на микроангиопатии. Повторюсь, это старший возраст, это пациенты в исследовании Девоут, где в первую очередь оценивалась инсулинотерапия, деглюдеком и гларгином с точки зрения сердечно-сосудистых исходов. И здесь было показано, как на фоне нахождения в целевом диапазоне гликемии мы можем, вне зависимости от группы, получаемой инсулин, улучшить прогноз по сердечно-сосудистым, на мой взгляд, в первую очередь, исходам. Это очень-очень, на мой взгляд, важный компонент, показывающий еще раз важность гликемического контроля. Второй момент, который, безусловно, надо обсуждать. Да, наши пациенты с сахарным диабетом, это пациенты с высоким или очень высоким сердечно-сосудистым риском. Но давайте посмотрим, а какой процент этих пациентов имеет доказанное сердечно-сосудистое заболевание. Данный слайд, вы видите, представляет всего лишь консенсусный документ Европейского сообщества кардиологов и диабетологов 2019 года. Треть наших пациентов действительно имеет доказанное сердечно-сосудистое заболевание. Не так давно, а точнее говоря, в сентябре прошлого, теперь уже календарного года, на сессиях Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета, было представлено еще, на мой взгляд, одно из интереснейших исследований. Исследований по распространенности сердечно-сосудистой патологии. И опять мы видим, что треть наших пациентов действительно имеет доказанный атеросклероз. Ну и в основном этот атеросклероз, конечно, связан именно с... Точнее, сердечно-сосудистые заболевания, связаны с атеросклерозом периферических или коронарных сосудов. Да, безусловно, есть вклад в сердечные недостаточности. Да, безусловно, есть вклад в нарушение ритма. Но до этого надо дожить. И поэтому, на мой взгляд, наши пациенты условно могут быть разделены на две когорты. Пациенты в дебюте болезни, пациенты молоды, пациенты с факторами риска, где нам надо ими управлять и профилактировать развитие сердечно-сосудистой патологии. И пациенты с уже стажем болезни возрастны с реально имеющейся, нахлынувшей на них сердечно-сосудистой патологией. И вот здесь, опять же, давайте посмотрим, а что мы имеем в реальной клинической практике. Хамиш Хунти один из известнейших, ну, я его всегда считал диабетологом и клиницистом, но по последним его работам, по общению с ним, я понимаю, что он не просто врач, лечащий пациентов, а общаясь с ним последний раз в Лондоне, я понимаю, что это, конечно, человек во многом занимающийся клинико-экономическими исследованиями, фармако-экономическими исследованиями. И вот одна из его последних работ, замечательных работ, которая показывает, что на самом деле, в отличие от реальных клинических вот этих рандомизированных исследований, реальная практика-то совершенно другая. Даже если мы достигаем цели на начальных этапах нашего лечения, у многих пациентов эти целевые параметры по контролю факторов атеросклероза ускользают. Вот посмотрите, артериальное давление целевое 30%, липопротеиды низкой плотности 50%, другие показатели липидного спектра, тоже не все идеально. И о чем я хочу этим слайдом проиллюстрировать и донести до вас, коллеги? Когда наши пациенты курят, когда наши пациенты не в целевых липидах, не в целевом давлении, о каких вообще плеотропных эффектах можно говорить сахароснижающих препаратов, когда ключевые вещи не решены. Давайте вернемся к Ампорегу, давайте вернемся к АНОСу, давайте вернемся к лидеру, давайте вернемся к Деклеер. Это исследование, где подавляющее число пациентов имели давление около 130-ти систолическое. Подавляющее число пациентов получало гиполепидемическую терапию с ЛНП, там в большинстве случаев около двух и меньше. Но мы в реальной практике такого не видим. Эти пациенты с высоким сосудистым риском, а в основном с доказанным атеросклерозом, обусловленным поражением сосудов или сердца, слушайте, они получали антиангенальную и прочую антиагрегантную терапию. Это пациенты, которые реально были фантастически предкрыты современнейшими кардиопротективными препаратами. И вот здесь, на фоне улучшения гликемии, и, конечно же, некоторых плеотропных действий тех или других сахароснижающих препаратов, вот на отдельных молекулах получилось получить действительно то самое преимущество. Ну и вот, наверное, метанализ, который многое расставляет. При всем моем оптимизме и действительно желании стратегически помогать пациентам, посмотрите, без сердечно-сосудистого заболевания в анамнезе, ну нет данных, что МЭИС снижается. И наоборот, это надо абсолютно поддерживать при доказанном атеросклерозе. Я уже не говорю про ингибиторах МГЛТ-2, сниженная фракция выброса ХСН. Конечно же, здесь есть свои преимущества у этих самых сахароснижающих препаратов, которые относятся к расу МГЛТ-2 и которые относятся к классу, я считаю, их аналоги, глюкогоноподобного пептида. Ну и давайте вернемся теперь к реальной практике. Ко мне, как к врачу-эндокринологу, пациент приходит в первую очередь для того, чтобы улучшить глюкозу. Да, я думаю о стратегическом прогнозе на 20 лет. Да, я думаю о том, как защитить его сердце и сосуды. Но мою активность и работу будут измерять по эффективности гликемического контроля. И вот здесь минимизация гипогликемии на фоне компенсации углеводного обмена, конечно же, это мой удел работы. И если я посмотрю сегодня мой город, а я работаю в Москве, то я увижу, что все-таки из всех инновационных препаратов, что вчера, что позавчера, конечно же, именно ингибиторы дипептидилпептидаза 4 типа представляют ту основную базу, которую я или мои коллеги назначают пациентам с сахарным диабетом. Почему? Во-первых, есть абсолютно понятное патофизиологическое обоснование. Сахарный диабет 2 типа с точки зрения гликемического контроля или проблем, связанных с глюкозой, как давно уже Американская диабетическая ассоциация позиционирует, называется Progressive Beta Cell Failure, прогрессирующая недостаточность бета-клеток. И все мы так или иначе пытаемся восстановить этот функциональный потенциал. Все мы знаем, что не только проблема внутри бета-клетки является основой сахарного диабета, бета-клетки. Мы знаем также, что есть проблемы гиперблюкогонами, и в той или иной степени дельта-клетки помогают нам синхронизировать или гармонизировать вот эти внутриостровковые изменения. Мы с вами прекрасно знаем, что сегодняшнее требование к абсолютно, скажем так, нормально работающей бета-клетке, это ее в нужное время, в нужном количестве и с нужным объемом выброс инсулина. И мы знаем, что при сахарном диабете второго типа действительно есть некая разгармонизация вот этого функционального потенциала. Часть пула бета-клеток раньше, часть с большой задержкой выбрасывает инсулин в портальный кровоток, создавая гипергликемию со всеми ее негативными действиями. И, конечно же, препараты, которые могут синхронизировать, оптимизировать, гармонизировать этот инсулиновый ответ является в приоритете. И, опять же, с 60-х, 70-х годов мы знаем о так называемом инкретиновом эффекте, то есть дополнительном синхронизирующем и оптимизирующем потенциал, функциональный потенциал бета-клеток гормонах или пептидах, которые в акте пищеварения повышаясь, заставляют бета-клетку более вовремя, в большем объеме выбрасывать инсулин в портальный кровоток. И когда в 90-х годах наши коллеги замечательные открыли экзантин-4 и на его базе построили сначала агонисты рецепторов ГПП-1, и из нескольких лабораторий полмира стал изучать инкретиновый ответ и возможности его использования в рамках сахарного диабета второго типа, совершенно четко появилась новая концепция. А давайте кроме оптимизации работы с рецепторами инкретинов мы просто возьмем и инактивируем фермент, который, собственно говоря, эти самые инкретины инактивирует. И таким образом возникла концепция таблетированных форм ингибиторов дипептидилпептидаза 4 типа. В данном случае вы видите работу на первом из них с точки зрения изобретательства открытия вилдоглептина, где мы видим существенный прирост функционального потенциала в этаклеток, я сразу скажу, что это сегодня класс-эффект. В нашей стране, как и во всем мире, в 2005, в нашей стране чуть позже, первым инкретином, пришедшим в клиническую практику, таблетированным инкретином, стал препарат ситоглептин. Препарат, замечательно зарекомендовавший себе во всех без исключения странах мира. И вот несколько лет назад хорошо известная, я считаю, вообще один из лидеров, если не лидер, в нашей стране по сахароснижающей терапии, компания Берлинхимия полностью выкупает производство оригинального ситоглептина, и уже чуть-чуть под другим названием этот препарат продуцирует, в том числе и в нашей стране, под контролем как бы организаторов и изобретателей. И мы видим, что на самом деле это действительно фантастически классный биодоступный препарат, причем прием пищи не влияет на его фармакокинетику, и поэтому он может назначаться вне зависимости от приема пищи. У оригинального ситоглептина януви и его брата-близнеца, иначе не назвать ксилевии, те же самые свойства, поэтому мы можем полностью экстраполировать результаты в отношении клинических исследований и замечательные результаты в отношении пациентов с разной степенью хронической болезни почки. И напомню, что мы уменьшаем дозу ситоглептина при ХБП-3А только по одной простой причине, столько препарата не нужно, чтобы инактивировать ДПП-4. И более того, уже на совсем продвинутых стадиях близких к заместительной почной терапии мы вообще можем уменьшить концентрацию препарата вместо 100 до 25 мг. Это препарат, который был первым изучен на старшей возрастной категории и только скорость клубочковой фильтрации требует тетрации дозы. Но еще раз подчеркну, даже если вы неправильно посчитали фильтрацию или по какой-то причине у вас нет данных за ХБП сейчас, но пациент принимает препарат в полной дозе 100 мг, совершенно безопасно это будет, даже если фильтрация снижена. И, конечно же, повторюсь, на разных стадиях естественного течения заболевания препарат был изучен. Но мы клиницисты, давайте подумаем, что эти препараты нам дают. Восстановление инкретинного ответа максимально интересно при использовании метформина. Если метформина остается первой линией в лечении сахарного диабета второго типа, то совершенно очевидно, что его действие опосредованное по увеличению продукции глюкогоноподобного пептида, прямое по увеличению количества рецепторов к инкретинам на поверхности бета-клетки просто просится к тому, чтобы метформин был соответственно комбинирован с тем же самым ингибитором ДПП-4, например, ситоглептином. И не случайно у нас такие комбинации присутствуют и прекраснейшим образом работают. Ну и наконец мы получаем мягкое влияние на маркеры атеросклеротического воспаления. Ну и наконец еще один очень важный момент. Понятно, что сегодня до сих пор в частности в нашей стране препаратом второго выбора второй линии являются сульфанилмочевины производные. Ну так получилось дешево знаем как работают опять же продолжаем по инерции назначать. Но посмотрите немецкий опыт несколько лет прихода ингибиторов ДПП-4 и как по сравнению с сульфанилмочевиной ингибиторы депептидилпептидаза четвертого типа не просто снижают шансы на приверженность к терапии не только уменьшают гипогликемию но и в первую очередь влияют на прогноз на прогноз в отношении атеросклеротических катастроф. И мне кажется что сегодня в нашей стране мы уже как минимум дошли до той ситуации когда действительно все больше и больше ингибиторы ДПП-4 должны заменять ну как минимум производные сульфанилмочевины с позиции влияния на вес с позиции безопасности с позиции гипогликемии и теперь мы видим еще и кардиоваскулярный прогноз заканчивая свое выступление я хотел бы сказать следующее для врача терапевта для врача кардиолога для врача эндокринолога ингибитор ДПП-4 это практически идеальный препарат побочных эффектов практически нет идеально переносимый препарат доза одна назначаем от 18 лет до бесконечности вне зависимости от ХБП назначается может быть это мое глубочайшее убеждение замечательные препараты для первой линии при преддиабете и конечно альтернатива метформину в качестве первой линии доказанная сердечно-сосудистая безопасность в том числе и в ситуациях при недавно перенесенном инфаркте миокарда и конечно можно назначать сразу же и во время острых сердечно-сосудистых осложнений ну и наконец если в дебюте заболевания мы в первую очередь гармонизируем внутри островковые проблемы потенцируя работу бета-клеток по синтезу и секреции инсулина и блокируем гиперпродукцию глюкогона то уже в стадиях инсулина пении в стадиях развернутого длительного сахарного диабета конечно здесь мы в первую очередь создаем благоприятный фон улучшая уменьшая гиперпродукцию глюкозы печени улучшая фон для работы разных сахароснижающих препаратов и особенно при инсулинотерапии уменьшая суточную дозу колебания гликемии и таким образом профилактируя гипогликемические состояние ну наверное заканчивая свое выступление я хотел бы сказать следующее да сегодня метформин уходит на первую линию в лечении сахарного диабета причем именно на стадии преддиабета профилактики этого заболевания да мы уже прописали это в российских рекомендациях и очень надеемся что все больше и больше метформин уйдет туда в стадию преддиабета мое глубочайшее убеждение что и ингибиторы ДПП-4 и вообще вся инкретин направленная терапия должна смещаться туда но даже когда мы имеем впервые выявленный сахарный диабет особенно бездоказанного сердечно-засудистого заболевания мне кажется вот этот синергизм метформина и ингибиторов ДПП-4 здорово поможет компенсировать гликемию и сделать это безопасно а как я уже говорил на более поздних стадиях естественное течение заболевания как минимум безопасность препаратов будет тем аргументом который позволит оставаться им в лечении сахарного диабета у наших больных спасибо большое коллеги за внимание я с огромным удовольствием отвечу на вопросы пришел вопрос я позволю себе ответить на него сразу поскольку чуть-чуть наверное перебрал время в регламенте Алексей Вадимович как вы видите место инкретин направленной терапии в частности ингибиторов ДПП-4 в профилактике сахарного диабета второго типа спасибо огромное за вопрос я скажу так мое глубочайшее убеждение состоит в том что восстанавливая инкретиновый эффект улучшая чувствительность бета-клеток стимулирующему действию пищи и во многом потенцируя их функциональные возможности конечно хотелось бы чтобы этот класс препаратов пришел в преддиабет насколько это состоится или нет сказать сложно потому что препараты уже давно на рынке и конечно скоро будут чисто финансовые вопросы с точки зрения патентов всего остального но глядя на то как на фоне инкретин направленных в том числе ДПП-4 препаратов подрастает функциональный потенциал бета-клетки я считаю что они абсолютно имеют полное право быть на стадии преддиабета вместе с метформином или вместо метформин бета-класса